Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, как избежать развода и стоить ли. Мы с мужем женатой 4 года встречались с 10 класса после на любви. У нас два сына, и мы уже несколько раз были на грани развода, и вот опять. Сейчас муж работает вахтой, и в последнее время своими действиями показывает, что я его прямо раздражал. Я понимаю, что он устал, и старался наоборот показать, что люблю его, хочу, жду, но на фото он не отвечает, даже смайликом. Звонки свелись к минимуму, фразы грубые и короткие. И сегодня я написал, мне это надоело, приеду поговорим. Честно, хочется ему все высказать и послать, но дети, нет, я не боюсь остаться одна с детьми, я боюсь за детей, что они вес удары примут на себя. Еще я просто не представляю, как это вынесет моя бабочка, все равно узнает, если разведемся. Да еще уж там, я люблю его, мы отличены, и мне не хочется его потерять, мне даже думать об этом больно. В голове не укладывается, как человек может говорить о любви и нежности, а через месяц вести себя как нехороший человек. Вариант его измены даже в голове не укладывается. Подскажите, пожалуйста, как вы считаете себя в этой ситуации, чтобы сохранить брак и донести до человека, что мне в 24 года уже осочертили эти качели, люблю, ненавижу. Спасибо. Ну, качели в данном случае, как мне кажется, присутствуют и у вас, потому что вы пишите, что вам его послать хочется, в то же время говорите, что любите его. Вы не принимаете того, что человек может измениться, у человека может измениться отношение к вам, а в принципе месяц это более чем достаточно для того, чтобы отношение изменилось. Отношение может, в принципе, поменяться за один день. Поэтому я бы сказал, что это вопрос побольше, что вы ждёте от своего мужа. И судя по тексту вашего вопроса, судя по тому, что вы и о детях думаете, и о бабушке думаете, но не о себе, и о мужа, вот как бы, да, много энергии тратите на мужа, Ну, у вас есть ожидания, ожидания, которые начинаются с бабушки и заканчиваются на детях. То есть вы хотите оправдать надежду своей бабушке, вот, с одной стороны вы хотите оправдать надежду своей бабушке, вот, с другой стороны вы хотите, чтобы муж оправдывал ваши ожидания, то есть вот то, чего вы от него, как бы, ждёте, ну, вот, в данном случае конкретно. И в то же время вы сами пытаетесь оправдать ожидания своих детей, при том, что, на мой взгляд, вы даже не знаете, чего ждут, как бы, ну, ваши дети в этом смысле, что им нужно. Потому что скандалы и сзоры, ну, вообще говоря, для детей куда хуже, нежели чем, допустим, ну, расставание или развод. Если вы их понимаете, конечно, вот, в данном случае, что я имею в виду, вот. Поэтому, как-то, вот, вы, на мой взгляд, пребываете, вот, в ожиданиях и, собственно, эти ожидания вам, ну, на мой взгляд, очень сильно мешают. Что ещё бросается в глаза, в глаза, так это то, что, как-то, вот, есть все вокруг вас, да, то есть есть муж, есть бабочка, есть дети. Ну, нет, ну, нет вас, вот, то есть муж работает, это понятно, он устаёт, это понятно тоже, куда выстремитесь, чего вы хотите, вот, знаете, какая штука. То есть вот на это я бы как-то постарался бы обратить ваше внимание. То есть то, вот, как много вы уделаете внимание своему мужу, говорит о том, что окружающие люди для вас важнее, чем все. То есть вы привознываете других людей, как мне кажется, вокруг себя и тем самым предлагаете на них свои ожидания. Ладно, другие люди, вот они, вашим ожиданиям, к сожалению, не соответствуют, вот, и когда они не соответствуют вашим ожиданиям, вам тяжело, вам больно. Поэтому, ну, условно говоря, да, то, что вы, ну, называете любовью к вашему мужу, еще нужно проанализировать, то есть посмотреть, что вы вкладываете в любовь. Вот, что вы вкладываете в понятие любовь, потому что, ну, вполне возможно, что не только про любовь вы говорите, вполне возможно, что речь не только о любви. Вполне возможно, что речь, ну, о еще каких-то аспектах, вот, ну, в данном случае, в вашем контексте. И, соответственно, нужно отделить это от того, что вы чувствуете непосредственно, например, к своему мужу. Вот, потому что, ну, вещи это разные, вот, моменты это разные, и смешивать все в одну кучу. Идея, идея, мягко говоря, такси, вот, я надеюсь, вот, только на то, что, что, ну, то, что вы на это, вот, в первую очередь, да, обратите свое внимание. Вот, вот, а дальше уже муж будет смотреть, чего вы хотите и как, да, дальше. А, понимает ли муж, что у вас есть проблема, хочется ее решать? В деле, вам нужно было бы вместе обратиться к психологу, да, и просто поговорить, да, просто, вот, рассказать, как бы, ну, вот, что кого волнует, да, что кого беспокоит. Вот, и, собственно, ну, вот, кто чего, кто чего хочет вообще. Вот. Почему? Дело в том, что, вот, о чем я хочу сказать. Дело в том, что, если вы вместе с 5 классом, да, то, ну, вряд ли вы, как-то вот. Учились устраивать отношения, но я сильно сомневаюсь, что вы учились это делать, и, соответственно, у мужа сложилось чёткое впечатление, да, кто вы, какая вы и так далее. Но с десятого класса многое изменилось. Вы изменили, муж мог измениться, понимаете, да? И вот эти изменения, они как-то вот, ну, они как-то, возможно, прошли незамечество, вот. Понимаете, да? То есть как-то вот они, эти изменения вполне вероятно, ну, и вами остались незамеченными, и мужем вашим остались незамеченными, вот. И так далее. То есть, ну, по-разному, по-разному, может быть, вообще говоря. Поэтому, на мой взгляд, очень важно, как бы, позамечать, да? Ну, просто вот, позамечать. Как я изменилась, допустим, с момента, когда начала встречаться с, ну, вот, со своим мужчиной, мужем, вот. Как я изменился, как он изменился, да? То есть вот как-то вот все эти вещи вам нужно поисследовать. Для этого нужно, ну, поговорить, разговаривать, для этого нужно разговаривать. А вы не разговариваете, вот. Ну, ну, как бы, да, он не хочет, конечно, не хочет сейчас говорить. Ну, вот, ну, как бы, практика показывает, что, в принципе, да, есть, конечно, люди, которым тяжело, тяжело говорить. Есть люди, которые достаточно сложно выходят на контакт-контакт. Вот, это правда, такие люди есть. Вот, ну, в целом, как бы, вот, если, если, значит, как-то немножко подтолкнуть, да? Если задать у человека ощущение безопасности, то, в принципе, ну, можно, проблемы можно решить. Вот. Необязательно окончательно, да? Необязательно как-то вот быстро, но, ну, можно это сделать. Вот. Поэтому я бы вот как-то предложил вас, ну, предложил вам вместе к психологу обратиться, да? Ну, может быть, это позволит вам найти новые точки соприкосновения друг к другу. Вот. Если, может, не хочет, да, такое оно тоже может быть, то работа, работа непосредственно с вами. Вот. В первую очередь причина развода, да? Учиться слышать человека, ну, учиться именно слышать то, что он вам говорит. Вот. Учиться именно замечать то, что, ну, то, что ему важно, да? Вот. И, соответственно, быть внимательным к себе. Потому что, ну, вот, то, что вы описываете сейчас, это звучит очень скверно. Скверно. Что вы не хотите разводиться, потому что думаете, что дети примут удар на себя. С чего, с чего детям принимать удар на себя? Вот. Ну, то есть, как бы, с чего? С чего детям принимать удар на себя? Да. Они считывают, я имею ввиду, дети, считывают то, что вы им, ну, даёте. Если вы даёте что-то развод, что-то ужасное, плохое и так далее, ну, они будут думать так. Ну, это правда. Только, только это не введите, а это за вас. Вот. Сейчас ваши дети страдают сильнее, потому что живут в ощущении стресса, боли, агрессии и так далее. Вот. И, ну, как бы, вот. Ну, это факт. Вот. Поэтому, давайте, ну, как-то, вот, правде в глаза посмотрим, да? Вы, там, грубо говоря, о детях думаете, да? Или всё-таки о себе. Вот. Вы, ну, хотите какого-то, вот, стыда измечать, например, да? То есть, разочарование, вот, как у своего собственного, так и у кого-то у вас. Потому что вся эта история, это история про разочарование, про страх разочаровать. Про страх не выполнить какой-то свой план, который у вас, ну, есть. То есть, если, вот, если, вот, я, там, грубо говоря, уступила, да, вот, ну, ну, вот, нахрене, со мужчиной, да? С этим вот, ну, с этим мужчиной, например. Что всё это навсегда. Ну, так думать, на мой взгляд, несколько опрометчиво, самое что. Неизвестно, как могут складываться отношения с людьми на протяжении долгого времени. Вот. И последний, наверное, момент, да? Помимо того, что, чтобы вам больше внимания уделять себе, да? Чтобы как-то вот, ну, учиться заботиться, соприлюбить себя. Хоть поменьше думать о детях и так далее. И вот, там, последний момент, это ваш муж. Вы говорите, что он устаёт. А от чего он устаёт? Почему он устаёт? Как так получается, что он устаёт? Он не работает на вахте. Зачем? Зачем? Может, может, может ли быть, ну, может ли быть так, например, что вам не хватает, например, денег? Может ли быть так, что вы живёте как-то вот, ну, в дефиците, да? Понимаете? То есть в этом случае необходимо, конечно, заниматься структурированием семейной системы. Вот, потому что, ну, вот, финансовая негработность, в данном случае, или финансовая такая вот, ну, не разливая, если можно, вот, так сказать. Это вам наверняка будет не очень приятно. Подобно. Если вы слышите, я вас, в принципе, понимаю, но, как бы, суть остаётся сутью. Всё это нужно корректировать. Ну, вот. Поэтому сейчас нам нужно увидеть одну важную вещь, что используя в качестве мотивации для своего поведения. Мысли о ком-то другом не приносят ничего хорошего от слова совсем. И если вы хотите послать своего мужа, как вы говорите, то лучше подумайте, из какого чувства вам хочется его послать. Что это значит чувства, вот, что вы чувствуете, и лучше выразить эти чувства, вот. Для того, чтобы он на них как-то отреагировал надо обязательно, вот. Потому что он, ну, на самом деле, может, ну, не отреагировать, он не дает. А для того, чтобы вам лучше понять себя, чтобы вам лучше узнать себя, чтобы вы могли лучше понимать, вот, то же самое, да, кто вы, какая вы, и так далее, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, вот, ваш вопрос поставлен некорректно. Вы можете взять расход. Но, какими будут ваши отношения? Вот какой вопрос. И мне кажется, что, ну, если, если вы любите своего мужа, то, наверное, вам хочется, чтобы он был счастлив. Вот и подумайте о том, что вы можете сделать для того, чтобы он был счастлив. Понимаете, именно для него, что вы делаете чисто для него, не ожидая ничего в доме. Делая не из каких-то ожиданий, например, да, а делая искренно. Вот. И, а здесь ли у вас такой опыт? На это я бы хотел, чтобы вы постарались обратить свое внимание. Повторюсь, если вы любите своего мужа, если вы чувствуете к нему тепло, если вы чувствуете к нему неважность, если вы ищите, как бы, способ это проявить. Здесь нужно быть максимально честным с собой. Потому что здесь, если вы себя будете обманывать, вот, то ничего хорошего не получится. Смею вас в этом заветовать. Если вы будете поменять свои желания, нежность его к мужу, он это будет чувствовать, он будет чувствовать, что чего-то вы от него ждете, он будет чувствовать, что чего-то от него хотите. Вот. И, в общем-то, его раздражение будет нарастать. Почему появляется раздражение? Вот. Еще об этом хотел сказать тоже. Раздражение появляется тогда, когда человек слишком близко находится к другому. То есть, то есть, то, что испытывает ваш муж, связано с тем, что он хочет, чтобы вы были подальше. Скорее всего, вас для него слишком много. Вот, осознаете вы это или нет, но он для него слишком много. Слишком много вас для него. Это не хорошо, не плохо. Это факт. И, ваша задача понять границы, как бы, вот, ну, своего мужа. Это ваша задача. Как ему комфортно ходиться с вами в отношении. Чего он хочет, чего не хочет и так далее. Ну, не обязательно, не обязательно. Прямо-таки, спрашивать у него. Это можно спросить. Но, достаточно иногда просто посмотреть на то, как человек реагирует на ваши действия. Вот. Этого иногда будет, бывает. Вполне достаточно. Да, не всегда. Конечно. Вот. Ну, довольно часто. Вот. Поэтому, если вы к себе внимательны будете, вот. Если вы выполните одно достаточно простое задание, а именно, попробуйте увидеть, что за чувства вы испытываете к человеку в размере 5. То есть, вот, когда вы сможете, какие 5 чувств вы испытываете. Вот. Ну, вот. Начните с этой, я надеюсь, довольно простой задачи. И если вы сможете, значит, справиться с этим, это уже будет большой шаг вперед. Вот. Если вы сами себе признаетесь, замечите эти чувства. Вот. Потому что это непросто. Особенно, если вы привыкли их подавлять. В процессе записи адвита у меня появилась еще одна идея, которой я хотел бы, наверное, с вами поделиться. Что это за идея? Ага. Вы говорите о том, что, вот, у вас эмоциональные качели. Ну, не эмоциональные качели, а просто качели. Да. Вы говорите просто о качелях. Что, вот, качели, да, люблю ненавидеть. А, качели возникают тогда у человека, когда он не доверяет себя. И мне хочется спросить вас, а доверяете ли вы себе, если да, то как? Насколько? Вот. Потому что мне показалось, мне показалось, что не очень-то вы себе доверяете. Ну, раз качели, вот, имеет место представления. Понимаете, да? Поэтому давайте посмотрим. Если вы себе доверяете, то как это проявляется? Вот. Да? Вот, когда вы пишите, что я не понимаю, как можно там, вот, ну, грубо говоря, через месяц, там, допустим, ну, менять, вот, свою позицию, да, свое мнение, там, там, и так далее. Вот разве это не проявление недоверия себе, что вы вот таким образом зависим от человека? Вот. А мужчина это, может быть, чувствует. Мужчина, может быть, это, как бы, ощущает и на него это давит. Вот. Понимаете, да? Ну, поэтому тут вот тоже, на мой взгляд, нужно быть очень внимательным или внимательной к тому, что он происходит с вашим мужем и, конечно же, с вами. В каком-то идеальном мире я бы сказал, что вам нужно впервые разобраться с бабочкой. Я не щучу, чтобы вы перестали пытаться ее надежду оправдывать, вот, бабочки. А потом с детьми разобраться, чтобы вы думали о детях, конечно, но не предавали и не забывали себя сейчас это делать, так или иначе. А потом же и подумайте о себе, кто я, что я могу дать и уже потом, давайте, только потом, речь пойдет о вашем муже. Не раньше, а вы хотите перепрыгнуть на самом деле даже взаимоотношения с мужем. С вами всегда стоило от развода избежать, да? Ну, теоретически. Это было несколько смысл, смысл. и выстрелить хорошие отношения. Ладно, нужно понимать, что мы живем в той минуты. А вы это не интересует, если вас интересует только, чтобы не развести. Я сейчас немножко утрирую, конечно. Надеюсь, вы это понимаете. Но доля правды, как мне кажется, мои слова все еще. Поэтому давайте мы сместим фокус в профиле на интерес. И начнем с интереса к себе. К вам. В первую самую очередь. Вот это, как мне кажется, тот путь, который может вывести вас к сохранению отношений. Не факт, конечно. Потому что больше половины людей на фоне психотерапии остаются. Вот. К сожалению. А может быть и не к сожалению. Тут все зависит с точки зрения. Вот. Так что не факт. Но, по крайней мере, стоит. Сейчас несчастны вы, несчастен ваш муж и несчастны ваши дети. Не думайте, что это то, чего вы хотели и о чем вы мечтали. Ну и традиционно, что можно сказать, что такие вот разные отношения все-таки. Десятый класс, да, вы сильно изменились. С пятого класса ваш муж сильно изменился. Ага. Такие ранние отношения, они, конечно, более хрупкие. Именно за счет перемен. Именно за счет того, что начальника я себя видел одним образом. А сейчас я себя уже воспринимаю другим образом. И это нормально. Но я к этому не готова. И ты к этому не готова. Вот. Поэтому такие ситуации тоже, к сожалению, случаются. И это нужно иметь в виду. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.